Здравствуйте! Меня зовут Диана Павлюченко. Я инструктор по фитнесу женского фитнес-клуба Lady Fit. Сегодня я хотела бы поговорить с вами на такую волнительную для многих девушек тему, как красивый пресс. Даже если вы не мечтаете о шести кубиках на животе, работать над этой мышцей очень важно, поскольку она позволяет нам держать красивую осанку и грациозно выглядеть. Для того, чтобы работать над прессом, вам вовсе не обязательно идти в спортзал. Вам не понадобится никакое дополнительное оборудование. Все, что вам нужно, это ваше желание, стремление и немножечко терпение. Прежде чем приступать непосредственно к упражнениям для мышц живота, важно выполнить ряд упражнений кардио. Если вы проигнорируете этот пункт, все ваши старания останутся скрыты под слоем подкожного жирка. Поэтому, прежде чем начинать тренировку, хорошенько попрыгайте, побегайте. Вы можете воспользоваться скакалкой, потому что это прекрасный кардио-тренажер. В конце концов, вы можете включить любимую музыку и хорошо потанцевать, пока не вспотеете, не согреетесь. После того, как вы согрелись, можете переходить к выполнению упражнений уже для живота. Очень важно всегда внимательно следить за техникой выполнения упражнений. Если вы будете делать их неправильно, вы не только не получите желаемый результат, но и можете травмироваться, в частности, повредить спину. Первое базовое упражнение – это скрутка. Оно выполняется лежа на полу, поясница плотно зажата к полу. Руки соберите за головой, но не старайтесь тянуть себя локтями вверх. Шею держите расслабленной, приподнимите немножко подбородок и не прижимайте его к груди. Взгляд направьте в потолок. Обязательно следите за дыханием. Выдох делайте вверх, вдох вниз. После появления приятного жгучего ощущения выполните еще минимум 10 повторений. В конце зафиксируйте себя в верхней точке и сделайте 5-10 пружинок, чтобы добить пресс. Второе упражнение – складка. Если вы новичок, сделайте опору на кисти рук, приподнимите ноги и лопатки над полом. На выдохе подтяните колени к груди. На вдохе раскройтесь, но не ложитесь до конца на пол. Если вы чувствуете дискомфорт спине, поднимайте ножки немножко выше. Если вы уже продвинутый спортсмен, попробуйте выполнить это упражнение без помощи рук. Также очень важно проработать косые мышцы пресса. Девушкам не обязательно использовать для этого большое утяжеление. Вы можете работать с весом собственного тела или брать небольшие гантельки. Займите то же положение, что и в предыдущем упражнении. Ноги над полом и лопатки тоже приподняты над полом. Начинайте выполнять поворот локтем к колену на выдохе. На вдохе возвращайтесь в исходное положение. На следующем выдохе перетекайте к другому колену. Старайтесь подтянуть локоть как можно дальше за колено. Повторите то же самое в другую сторону. Не пытайтесь выполнять это упражнение слишком быстро. Так оно утратит свою эффективность. Делайте его медленно, контролируя каждую свою мышцу. Не забудьте сделать небольшую растяжку после тренировки, чтобы избежать крепаторы. И не пытайтесь выполнить сразу за одну тренировку слишком много упражнений. Входите в ваш тренировочный ритм постепенно. Старайтесь не кушать в течение часа до и после тренировки. Не забывайте пить как можно больше воды, в том числе и во время тренировки. В среднем одна тренировка, если вы хотите делать сразу комплекс упражнений, должна длиться не более часа. Не нужно изнурять себя двух-трехчасовыми тренировками. Достаточно не лениться и заниматься через день, чтобы достичь желаемого результата. Я уверена, что у вас все получится. Желаю вам хорошего настроения и побольше сил для ваших тренировок. Субтитры создавал DimaTorzok